Всем привет! Посуду по факту мыть люблю, но получается, когда маленькая кухня и готовишь очень много, кругом всю кучу валяется, и прежде чем сесть есть, нужно это все перемыть, чтобы не занимало много места. Поэтому решили в этот раз встроить посудомойку. Долго выбирали, почему выбрали Мидея. Почему Мидея? Модель топовая, Мид 45 С900. У официалов Мидея есть обзор на эту модель, но не на 45, а 60 С900. Когда покупала, думала, что они одинаковые, разница только в размере. По факту нет, это абсолютно разные модели, и несмотря на окончание С900, они принципиально разные. Почему в Мидея чем приглянулась? Во-первых, наличием вот этого ящика, в который можно убрать сразу ложки, вилки и все остальное, и не задумываться о том, куда же пристроить ящик с ложками и вилками на нижние ярусы и занять им половину нижнего ящика. Невероятно удобно и полезно. То есть сюда мы укладываем вот все, что только можно, и закрываем. Дальше. Вот этот ящик. Еще одна очень удобная штука, потому что как только у нас вот здесь появляется что-то высокое, например, вот так, да. Вот так нажимаем на ручки, вот опускаем, видите, высокие предметы мешают крутиться пропилами. То есть как только мы его сгоняем сюда, все, он стопорится, посуда у вас не отмоется. И это нужно проверять, потому что первый раз были с этим проблемы. Очень удобно. Мы берем, поднимаем, и все. И уже ничего не мешается. Да, сюда мы кладем более мелкие какие-то предметы, но здесь мы можем поместить все, что угодно, огромное. По поводу, да, с посудомойкой изначально была проблема. Она не отмывала. То есть не отмывала вообще, мы хотели уже обращаться в сервисный центр, позвонили, благо попали на очень хорошего и вменяемого консультанта. Их там, кстати, немного. И оказалось, что внутри посудомойки есть два таких, как не знаю, два таких, две таких дырочки. И вот там есть поплавок. И вот этот поплавок почему-то застрял в верхнем отделении. И никак, в общем-то, из-за этого у нас не мылась. Я не знаю, в чем там физика и смысл этой посудомойки. Но сам факт, что она не отмывала вообще. То есть даже ложки, просто ложка со сметаной на максимальной программе 2,40 она оставалась в сметане. То есть не в верхнем даже ящике, а вот где-то вот в среднем. Но в общем-то все равно, то есть не отмывалось вообще ничего. То есть приходилось доставать все и отмывать. Вот надо было тыкнуть в этот поплавок, он должен был упасть. И тогда, аллилуйя, все начало работать. Все, больше никаких проблем не было. Сейчас мы загружаем ее по вместимости. То есть вот здесь сейчас загружаем в нее клетки. Наши вилки-тарелки. Крышка. Маленького котейника. Так, а теперь у нас не влезает варя. Развернем. Тогда все повылистает. Да, приходится подстраиваться. Опа, все улезло. Сотейник. Маленькая кастрюлечка-сотейник. Так, и по факту, наверное, уже все. У нас больше ничего не влезет. Вариант. Маленьких вариантов. Но по факту третья кастрюлка мы еще сюда можем пристроить. Крышку еще одну. Да, минус посудом, потому что приходится собирать пазл. Но это минус всех посудов. Без урян. Так, для понимания. У нас вот в этой кастрюльке варилась гречка. Гречка очень плохо отмывается. Поэтому на 90, уже пройденный вариант, сразу говорю, на 90 гречка не отмывается. То есть, если у вас что-то было, ложка, неважно, то есть, естественно, это все не сохло. Это поели буквально 2 минуты назад. Просто наличие гречки, все. Программа 90 минут на отмывание гречки вообще не работает. То есть, ты достаешь, там остается, как была гречка, так и остается. И ее приходится перемывать руками на ложках, на кастрюльках. Поэтому в данном случае, что мы имеем по программам? Есть авто, которое типа определяет, какое количество посуды там внутри. И автоматически выставляет мойку. Все это полный бред. Потому что вот она как была 2,30, так она остается 2,30, независимо от того, сколько вы чего туда загрузили. По факту программа авто не работает. Программа максимальной мойки, да. Дальше тарелки, миски. Экоэкономия воды. Бокалы, ускоренная 90 минут. Опять там бокалы и только сверху. Но чаще всего мы используем, конечно, 90 минут. Потому что если нет там гречки и каких-то сильно загрязенных, пригоревших каких-то, то 90 минут вполне срабатывает. Можно попробовать добавить как 90 минут плюс большое количество посуды, да. То есть попробуем так. Может быть отмоют. Есть что? Есть сокращение времени. Естественно, мы его ставить не будем. То есть, видите, 90 минут мы уменьшаем. Это когда нужно просто ополоснуть посуду. Уменьшаем время. У нас становится час 10. Все. Вверх-вниз. Добавляем посуду. В отсек кладем таблетку. Закрываем. Вот сюда, как потом выяснилось, нужно наливать жидкость. Ополаскиватель. Первое время посуда была мокрая. Совершенно мокрая. Выяснилось, что если не наливать ополаскиватель, то заявленная турбосушка, которой, ну, по факту ее нет. Она заявлена, но никакой турбосушки нет. Посуда вообще мокрая. С вот этим вот ополаскивателем она становится более сухой. Но все равно, как только у вас пропищала посудомойка, что нужно сделать? Нужно... Что-то тут сложность. Старк включился. После того, как она вас пропищала, нужно открыть ее. Если вы ее не откроете, посуда будет совершенно мокрой. Это минус, да. В Мидеи недоработано автоматическое открывание крышки, как во многих других. Все. 90 минут. Плюс функция загруженной посуды. Таблетка там. Поласкиватель залит ранее. Он, кстати, очень экономичный. Вот у нас заливаешь, хватает, не знаю, моек на 10. Закрываем. Производитель заявляет, что посудомойка очень тихая. И что если, чтобы вы видели, что она работает, вот тут вот горит специальный, видите, синенький значочек. По факту я могу сказать, что ее слышно и днем, и особенно ночью. Ночью, то есть посудить на ночь ее не вариант, если у вас нет плотной двери на кухне, или кухня не находится очень далеко от комнаты, от спальни, да. Ее очень слышно, и вот значение данного синего пятнышка совершенно непонятное, зачем. Все, запустили, посмотрим результат. Машинка пропеликола выключилась. Достаем. Первое, что мне объяснили, что делать мне надо, во всех посудомойках не сушится пластика. Так как корзина верхняя у нас пластиковая, ее лучше не трогать, если не хотите протирать все кастрюли и все остальное. Проверяем. Здесь была гречка. Чистенько. Все крышечки, ну вот тут есть какие-то сыроваты, но при этом достаточно все сухое. То есть главное не трогать верхнюю корзину. Сейчас покажу почему. Вот, вот это, да, тоже, это уже без вариантов, потому что просто туда налилось и осталось. Это тоже все. Ну, есть какие-то капельки внутри, но это все мелочь. В посудомойке есть подсветка. То есть если вы вдруг, там у вас лампочка, не знаю, там взорвалась на кухне, что-нибудь там, не знаю, случилось, у вас есть подсветка. Тарелки все чистые и сухие совершенно. То есть к этому претензии вообще никакие. Ну, тут опять вот он пластик и вот она влажность. Да, основная отличительная часть 45-й S900 от 60-й S900, вот эта вот, она круглая и разбрызгиватель со всех сторон. И помимо того, что она вращается вот так, у нее лопасти еще вращаются вокруг своей оси и моют посуду лучше. Да, про то, что в 45-й они не стоят, нигде не заявлено. И вот она верхняя корзина. Все ложки вилки, все отмыто идеально. И вот она основная, да, как только мы тянем верхнюю корзину, на которой, которая пластикалась, в нее, естественно, все сразу. Если бы я не достала сковородки снизу, а потащила первым делом ложки вилки, то, естественно, вся влага у меня бы накапала вниз и пришлось бы все протирать заново. Подведем итоги. Для своих размеров, 45-х, машинка очень вместительная. По сравнению с другими даже 60-ками, у которых всего две корзины, за счет того, что у нее есть третья корзина для ложек вилок. Плюс, огромный плюс, то, что можно поменять высоту средней корзины. То есть, да, если нужно что-то высокое вниз, ее поднять. Если нужно что-то побольше положить в среднюю корзину, ее опустить. Это тоже огромный плюс. В принципе, для своих денег, я считаю, очень хорошая посудомойка отмывает не хуже, чем всякие боши, индезиты, и есть чем сравнивать у родителей. Если есть какие-то вопросы, пишите, с удовольствием отвечу.